Сергей Грабский с нами на связи, военный эксперт. Сергей, здравствуйте. Доброе утро, студия. А что же это такие за элитные войска, которые сразу же несут потери? И почему элитными войсками называют тех, кто даже не прошел никакой подготовки? Я акцентирую внимание, что этот вопрос я сформировал по информационной повестке Американского института изучения войны. Ваше видение, пожалуйста. Элитные войска, вы понимаете, здесь нужно понимать такую ситуацию, что если мы говорим о подготовке, то да, безусловно, воздушно-десантные войска, морская пехота, силы специальных операций, они проходят дополнительную подготовку и эта подготовка, скажем так, достаточно затратна и по времени, и по объемам средств, которые вкладываются в эту подготовку. Так что подготовить нормального бойца нужно не месяц, не три месяца, а как минимум два-три года, если об этом говорить. Поэтому в начале войны, да, мы имели ситуацию, когда Россия действительно использовала подготовленные элитные подразделения, и мы помним о том, что сообщалось о высадке десанта в том же Гастомеле, о боевых штурмовых действиях морской пехоты, в том числе Дальнего Востока и так далее и тому подобное, о использовании диверсионных групп, главного разведуправления российской армии и так далее и тому подобное. Но потери, которые понесла российская армия, привели к тому, что от этих элитных войск на сегодняшний день в основном осталось название. Безусловно, остались специалисты, безусловно, не всех до единого уничтожила эта война, но нужно понимать, что после потери более 25% личного состава, 25%, не 100%, подразделения уже теряют свою боевую способность. Поэтому мы и говорим о том, что эти элитные подразделения сейчас несут большие потери, а восстанавливать ту боеспособность, которая включает в себя и качество выполнения задач, они просто физически не способны на сегодняшний день. Поэтому мы и видим, что за громкими названиями Таманская, Кантемировская дивизия, Рязанская дивизия, Псковская дивизия осталось только название, и сейчас мы имеем дело уже с так называемой мобилизационной армии Российской Федерации. Еще один момент, касательно боевых потерь, также в Американском институте изучения войны, в том числе в Генеральном штабе вооруженных сил Украины, подтвердили цифру, что около 40, от 40 единиц боевой бронированной техники ежедневно теряет Российская Федерация на фронте. Для вас, как оценить можете, насколько значимы для всей Российской Федерации эти цифры? Потому что, если так посмотреть, 40 единиц боевой техники для огромнейшей Российской Федерации кажется, это не так уж и много. Но, как вы думаете? Вы знаете, здесь, ну, конечно, хорошо, когда звучат такие громкие цифры, 40 единиц, но для меня показателями, индикаторами, на что я обращаю внимание, есть потери, очень тяжело сосредоточиться на каждом этом, но для меня более явственными и интересными являются потери именно танков. И вот если мы посмотрим на потери танков, помятуя, что танковая рота — это 10 боевых машин, то можете представить себе, что фактически в день, в среднем, Россия теряет целую танковую роту. И речь здесь идет не только о количестве коробочек, как говорят в армии, или железок, которые они потеряли, речь идет в том числе и об экипажах. Поэтому потеря танковой роты, а понимать надо, что минимальный срок подготовки танкового экипажа — это 3-4, ну, лучше 5 месяцев. Ну, в общем-то, 3 месяца. Это в значительной мере ослабляет боевую готовность и боеспособность российских подразделений. Поэтому это очень много. Это очень много, потому что за каждой машиной стоит экипаж, который этой машиной управляет. И даже если мы примем, что половина из этих экипажей осталась цела и невредима, или хотя бы ранена, и потом могут они вернуться в строй, это означает, что именно высокообученные специалисты, которые могут управлять этой техникой, а война 21 века — это все-таки война техники, выходит из строя. И поэтому эти потери очень и очень серьезны. И, собственно, это и выражается в том, что сейчас Россия отчаянно пытается забить дыры на фронте именно таким пушечным мясом, или так называемой легкой пехотой, или, как вами уже упоминалось, частной военной компанией Вагнера в данном случае. Если говорить о боевых потерях и вот в продолжении тезиса вашего про потери коробочек, так называемых, скажите, а считается ли сейчас в условиях нынешних боевых действий танк основной машиной ведения войны? Потому что ранее, насколько я понимаю, сейчас приоритетное использование дронов либо артиллерии, танки малоиспользуемые, насколько я знаю. Вы объясните, пожалуйста. Танки, да, они, конечно же, не играют такой роли, которую они играли во Второй мировой войне, когда они были основным орудием прорыва, орудием наступления, можно сказать так. Но танки при этом играют сейчас очень существенную роль как средство огневой поддержки пехоты. То есть танки, конечно же, не используются в таких громадных масштабах, то есть в составе соединений или даже воинских частей, но как средство поддержки пехоты они используются достаточно серьезно и являются таким себе таранным инструментом на тактическом уровне, если можно так сказать. Поэтому, да, безусловно, артиллерия, средства разведки играют сейчас практически основную роль и, по некоторым данным, 80% задач огневого поражения осуществляется, в общем-то, артиллерией. И вы сегодня тоже это отметили в своем репортаже, когда говорили о количестве тех огневых ударов, которые наносила украинская армия. Конечно же, в основном они наносятся артиллерией. Но снимать танки со счетов как мобильное средство поддержки пехоты, как я уже говорил, как средство сопровождения, как, ну, в конце концов, опорный пункт, вокруг которого можно создать оборону, если использовать танк как огневую точку, это было бы неправильно. Поэтому мы говорим, что танк, как один из элементов именно механизации войск сейчас точно так же важен и, в общем-то, является индикатором того, какие потери и несет та или иная армия и каким действием эта армия будет предрасположена, наступать или обороняться. Но танк, несмотря на то, что он не играет такой роли, он остается важным элементом в боевых порядках. Следующий момент – это личный состав. Мы также видим, что сейчас ежедневно в отчетах Генерального штаба вооруженных сил Украины идет речь о 500, 600 до 1000 человек личного состава Российской Федерации просто уничтожается. И, что немаловажно, российское военное командование, офицерский состав просто бросают их на поле боя. Понятное дело, и об этом президент Зеленский говорил, что тут речь идет о пушечном мясе. Я, честно, я лично очень не люблю это высказывание, потому что речь идет как ни крути о человеческих жизнях, даже вопреки тому, что Россия не прошенные гости на территорию Крыма, не захватчики, а не оккупанты. Но все же, вопреки этому, все равно это пушечное мясо. И здесь, как меняется ход войны в целом, потому что мы понимаем, что уничтожение оккупанта, это не только лишь просто вот уничтожили и все, другого поставили, или другого призвали. Тут же идет речь о никак не крути, но там специалисты в своей отрасли, кто-то в артиллерии, кто-то на расчетах, кто-то водитель машины боевой. Это как-то меняет ход войны? Вот такие массовые уничтожения, потому что, как по мне, по тысяче человек в день это массово. Да, в общем-то, в общем-то, меняет, и нужно понимать следующее, что для вас это тысяча человек, а для меня это боевые единицы. То есть, если мы берем расчетный батальон, где-то примерно, ну так, чтобы не углубляться в детали, 500 человек, то фактически в день уничтожается целый батальон. Если так вот представить, для того, чтобы можно было более рельефно увидеть эту картинку, то есть, фактически, если мы говорим о батальонных тактических группах, ну, как пример, на Херсонском направлении мы имеем до 30 батальонных тактических групп, то есть, каждый день такая группа уничтожается. Я говорю образно, это речь, конечно же, не идет о Херсонщине, но уничтожается батальон, как элемент. И вы абсолютно правильно сказали, и я об этом уже тоже говорил, что уничтожаются не просто единицы биологические, уничтожаются специалисты, на которых затратили, осуществляли затраты денег, материальных ресурсов и времени, самое главное времени. И это о том, о чем я, собственно, тоже говорил, это о качестве того, что остается на поле боя. То есть, нужно понимать, что противник пытается в любым способом, даже таким преступным способом по отношению к своему народу, решить задачи остановки наступления украинской армии, и он, пока не считаясь потерями, подчеркиваю, пока не считаясь потерями, пытается удержать те позиции, на которых он сейчас находится, а на некоторых участках, даже с упорством, которое заслуживает, наверное, более лучшего применения, пытается контратаковать наши позиции. Поэтому, да, качество снижается, и это то, о чем я опять же говорил, о использовании уже мобилизационных ресурсов, которые не являются настолько хорошо подготовленными. Ну и по большому счету, подчеркиваю еще раз, если в двух словах, то речь идет уже о преступлении не только против Украины, но и против своего народа, населения, которое населяет этот субъект международного права. Современные войны, они ведутся уже не так, как ранее, там, вплоть до того, что на автоматах кинжалы, этими кинжалами в ближнем бою все дерутся прямо посреди поля. Сейчас уже война переходит в такой, более дистанционные, дистанционные атаки. И здесь хотел бы акцентировать внимание на херсонском направлении, потому что также в генштабе, а именно, если не ошибаюсь, в оперативном командовании ЮГ, говорили о том, что контрнаступление может периодически замедляться в силу того, что там в Херсонской области равнины, а на равнине очень тяжело как атаковать, так и обороняться, как захватывать, так и освобождать. И скажите, пожалуйста, здесь, учитывая то, что у украинской армии качество, судя по практике, судя по фактам, намного выше, как сейчас здесь действовать, армии украинской, чтобы нанести максимальный урон и боевой технике. Мы видим, как под огневым ударом постоянно находятся все переправы в Херсонской области и в городе Херсон с левого направо, и справа на левый берег. Какая техника сейчас в приоритете? Давайте начнем с Украины. Какая техника нужна больше всего? В силу того, что Российская Федерация пользуется военной техникой еще там сталинских времен? Для того, чтобы ответить очень быстро на этот вопрос, я расскажу только такое определение. Концепция бесконтактной борьбы. Концепция бесконтактной борьбы включает в себя использование огневых средств, которые фактически дают возможность наносить огневое поражение противнику без вреда для своих войск. то есть речь идет о примитивном расстоянии. И вы понимаете, что в данной концепции даже один километр имеет значение. Я уже молчу о том, что о 10-20 километрах. И если мы возьмем то количество и качество оружия, которое мы используем, речь идет о системах залпового огня. Те же хаймерсы, они являются более мобильными видами вооружения, которое позволяет быстро наносить множественные и достаточно точные удары по противнику. Те же снаряды высокоточные или так называемые барражирующие боеприпасы дальнего радиуса действия позволяют уничтожать технику противника, которая находится на огромном относительно тактических показателях расстоянии. И при этом наши огневые средства не подвергаются таким ударам. Даже самый простой пример. Война идет уже 8 месяцев, мы уже полгода пользуемся хаймерсами и по заявлению американских же источников ни один хаймерс еще, грубо говоря, не пострадал в этой войне. Поэтому речь идет именно о таком интеллектуальном способе ведения войны и конечно же речь идет не только о наземных средствах поражения, мы уже упоминали сегодня и аэроразведку, троны, и использование спутниковой информации и так далее и тому подобное. Опять же повторюсь, война 21 века это война механизации и война интеллекта. Россия, да, она использует технику и вооружение старую и они просто не дотягиваются до тех важных огневых средств, которые имеет Украина на сегодняшний момент. Поэтому собственно мы видим ситуацию, когда российские войска вынуждены отводить артиллерию уже на левый берег Днепра просто примитивно из-за того, чтобы сохранить эти единицы, которых у них тоже не бесконечное количество, во-первых, ну и во-вторых, они понимают, что удержать правый берег Днепра для них с каждым днем становится все сложнее и сложнее, потому что ответить им по большому счету нечем украинской армии. В силу санкций, которые вводит Европейский Союз Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации, как-то влияет это на производство промышленного комплекса, ракеты, те же машины боевые, я имею ввиду то, та военная техника, где присутствуют платы электрические, цифровые, электрические, вот эти системы наводки, это же все не российское производство, это же все там компонующее из европейского, это влияет как-то? Вы знаете, я вам скажу больше, даже станки, которые используются при производстве даже таких достаточно примитивных видов вооружений, ну и примитивные относительно высокотехнологичных электронных чипов и другие детали, даже те станки, которые протачивают стволы, которые изготовляют какие-то достаточно крупные детали, они в большинстве в своем импортные в Российской Федерации, поэтому даже это влияет на качество и количество техники, которые Россия может себе позволить производить, и они очень ограничены. Россия и до войны выпускала до 25-30 самолетов в год, а посмотреть на потери, так мы считайте, выбили российских самолетов на 10 лет вперед, и это касается вертолета в том числе, это очень серьезно влияет, и поэтому фактически мы можем говорить о том, что российская армия уже уничтожена, и сейчас Россия использует запасы советского вооружения и боевой техники, они колоссальны. И еще такой интересный момент, если мы на это обратим внимание, Россия за 8 месяцев войны так и не смогла осуществить производство или развернуть производство каких-то высокотехнологичных дронов, и она используется достаточно простенькими, я не хочу сказать примитивными, но простенькими в своей сборке и обслуживании иранскими дронами, которые являются слепками моделей, использующихся еще 10 лет назад в военном деле. То есть речь идет о таком достаточно интенсивно углубляющемся технологическом отстоянии, отставании российской армии или вообще российской экономики в вопросах обеспечения именно ведения боевых действий и это расстояние, эта пропасть будет увеличиваться и в дальнейшем. Но, к сожалению, я ни в коем случае не хочу расхолаживать и успокаивать нас всех, нужно понимать, что те запасы советского вооружения, которые даже мы видим сейчас на видеоматериале, они достаточно большие и несмотря на то, что они малоэффективны или относительно малоэффективными, они продолжают ездить и стрелять и наносить удары по нам, то есть война продолжается и этой техники очень много. Да, как говорят военные, какой бы ни был старый автомат Калашникова, пуля все равно стреляет и, к сожалению, убивает. Это факт. И даже такая старая техника, она тоже со стороны украинских вооруженных сил, она подлежит уничтожению на стороне тех территорий, которые временно захватили российские войны. У меня финальный к вам вопрос, опять же, подытожим боевые потери Российской Федерации. Почему на этом акцентируем? Потому что, по факту, ну, сейчас весь мир просто ошламлен, потому что вторая армия мира, они все-таки колоссальные, огромные потери. И в силу того, что сейчас идет переход, ну, в силу того, что на фронтах Российская Федерация по факту не имеет никаких больших завоеваний, а лишь несет потери, военное руководство переходит к циничным ракетным ударам, нанесения дронами Камикадзе, ракетные удары. И вот мы видим последние удары дронами Камикадзе, которые системы ПВО очень тяжело сбить. По вашему мнению, здесь какая самая мощная защита украинской земли, украинской территории от таких циничных ударов? Ну, мы понимаем, что противник ведет удары и наносит именно террористические удары. И здесь, конечно же, нужно говорить о том, что человечество впервые в своей истории столкнулось с таким массовым применением и дронов, и другой техники в таких количествах, в таком длительном периоде времени. И сказать, что существует на сегодня какая-то сверхэффективная панацея, я бы сказал, какое-то средство, которое может решить раз и навсегда эту задачу, нет, потому что динамика боевых действий и даже то, что мы с вами уже пережили, показывает, что противник постоянно пытается принести какую-то, простите за цинизм, новизну в нанесении ударов и использует и дроны, и ракеты, и самолеты, ранее использовал даже корабли для нанесения ударов. Поэтому, как таковой панацея не существует. Речь идет о создании, и сейчас ведется активная работа по созданию, так называемой, многоступенчатой системы противовоздушной и противоракетной обороны. На нее пойдет время. Ее не существует пока в едином комплексе, но понимание сложности задач и вовлечения всех нас, подчеркиваю, всех нас в эту борьбу. Мы говорим даже о том, что если мы слышим или видим этот дрон, который летит, то нет ничего проще позвонить в полицию на 102 и сообщить направление движения этого дрона и время его пролета. Во взаимодействии с нашими союзниками речь идет о создании именно такой многоярусной системы, которая позволит уничтожать в большом количестве, но не все. Нужно понимать, что все уничтожить практически невозможно. И дроны, и крылатые ракеты, и возможные баллистические ракеты, потому что это будет достаточно серьезная угроза для нас в ближайшем будущем. Поэтому эта система, она еще не готова, но она создается, и я скажу больше, эффективность украинской системы ПВО, она показала очень высокие показатели, и она выше среднестатистических примерно 2-3 раза. Сергей, я вам очень благодарен за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню, военный эксперт Сергей Грабский был на прямой связи с нашей студией.